Христос воскресе! Память! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хотя Алексей был младшим сыном, родители чаяли видеть в нем наследника и их питателя в старости. В детстве мальчика обучили грамоте и готовили из него предприимчивого хозяина. В 18 лет юношу пытались женить, но с дозволения родителей он отправился помолиться в Кирилло-Белозерский монастырь и остался там. Игумен полюбил юношу за смирение и вскоре предложил ему принять постриг, но Алексей отказался, решив испытать себя. Изучая священное писание, он шесть лет прислуживал братьям послушникам и лишь тогда принял иноческий постриг с именем Александр. К тому времени родители его переселились к реке Чурьюге, вместо получившее название Ошивенской Слободы. Преподобный Александр просил у игумена разрешения принять от родителей последнее благословение и прощение, чтобы затем уйти на уединенное житие. Не сразу благословил игумен молодого инока. Он предупреждал его об опасности пустынножительства, но преподобный Александр боялся подвижнической славы, которую он имел среди братьев и вторично просил отпустить его из монастыря. Наконец, настоятель благословил его. Обрадованный встречей отец предложил сыну поселиться на реке Чурьюге и обещал содействовать в устроении пустыни. Преподобному Александру понравилось место. Он водрузил крест в основании будущей обители и дал обет пребывать здесь до конца жизни. После этого преподобный Александр вернулся на некоторое время в Кирилло-Белозерский монастырь. Его посвятили в Сан-Дьякона. Наконец, когда преподобный Александр пришел к игумену в третий раз и рассказал ему, как звал его на устроение обители чудный голос, как обещался он пребывать на том месте, настоятель отпустил его, благословив иконами Божией Матери Азигитрии и святителя Николая Чудотворца. Преподобный Александр осветил избранное место иконами, поручил отцу наблюдать за строительством церкви, а сам отправился к архиепископу Новгородскому Ионе. Архиепископ Иона посвятил его в Сан-Пресвитера и поставил игуменом обители. Бояриня Анастасия и ее сын Юрий готовы были отдать монастырю всю волость, но преподобный Александр принял грамоты лишь на необходимые земли. Построенный храм был освящен во имя святителя Николая. С твердостью и мужеством начал преподобный трудиться в созданной обители. Старец, который приехал вместе с ним из Кирилла Белозерского монастыря, не выдержал трудной пустынной жизни и уехал обратно. Но мало-помалу собралась братья. Преподобный ввел строгий общежительный устав, который требовал полного молчания в храме и на трапезе, когда читались жития. В келье иноки не должны были быть без дела, а во время исполнения послушания творить Иисусову молитву или читать псалмы. Многие, даже из мирян, приходили к преподобному и пользовались его наставлениями. Два племянника святого приняли постриг в его монастыре, чем разгневали одного из братьев преподобного. Преподобный Александр кротостью смягчил брата, но племянники охладели в ревности к подвигам и оставили обитель. Скорби за спасение духовных чад расстроили здоровье преподобного. Он лежал и не мог не только приподнять руку или голову, но даже выговорить слово. В таком изнеможении святой Александр молился преподобному Кириллу, своему покровителю. Преподобный Кирилл явился в белых ризах и, осенив больного крестом, сказал «Не скорби, брат, я помолюсь, и будешь здоров. Только не забывай обета, не оставляй этого места. Я буду помогать тебе». Проснувшись, преподобный почувствовал себя здоровым и наутро пошел в церковь. В подкреплении братьев он рассказал о посещении преподобного Кирилла. 27 лет преподобный трудился в основанной им обители и мирно скончался 20 апреля 1479 года. После кончины игумена обитель начала быстро приходить в упадок. Монастырь опустел, в нем осталось только пять пожилых монахов. Но преподобный не оставил попечения о монастыре, и обитель была вскоре снова восстановлена. При построении нового храма во имя святителя Николая, по указанию явившегося преподобного Александра, были обретены его нетленные мощи. Перед революцией монастырь имел довольно развитое хозяйство. Скот, пахотные и сенокосные земли, лесные наделы, рыбный промысел. Но в безбожную годину, в 1928 году, обитель прекратила существование. В том же году рака с мощами преподобного Александра Ошивенского в присутствии местных жителей, представителей волосного и уездного советов, была вскрыта. Монастырский собор был разграблен и к середине XX века превращен в развалины. В конце 1960-х годов был затронут вопрос о реставрации монастыря, которая не была осуществлена. Ряд его построек использовался до 70-х годов под хозяйственные нужды. В монашеском корпусе была школа. А в настоящее время обитель находится в самом начале пути восстановления и нуждается в усиленной помощи. Преподобнее, Отче Александре, моли Бога о нас. Всего вам доброго, дорогие телезрители. Христос воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok